Всем привет! С вами ProSkill Вот Блиц. Сегодня в этом видео хочу вам показать два эпичных боя, которые были сыграны на Т-55А. Это у меня новый прем появился за контейнеры. По бою карта Нормандия, по сетапу девяточки, восьмерочки, ну в принципе лайтовый сетап. Едем на центр давать первоначальную инфу за цвет. Что могу по танку сказать? Это не очень комфортный УВН, минус пять. Например, на этой позиции не так комфортно. Светится ВКшечка. Неприятно, ВК едет не на свою позицию. ТТ должны отыгрывать другой фланг. Тут прогета слишком переагрессировала, но за это и поплатилась. Делаем минус в начале боя. И ВК продолжает ехать, давить. Пробитие у нас 270 кумулятивными снарядами. Понятно, пробить ВК в лоб, но это проблематично. Поэтому выцеливаем ему триплекс. И вот здесь я хочу ему грамотно выцелить, но он прям поддавливает. Получать в начале тыку от ВК неприятно. Там 460 средняя альфа. Но мы пытаемся его хоть как-то согнать. Залетает у нас все-таки в этот триплекс. Тем временем смотрим по миникарте. У команды противников ТТ и ПТ находятся на другом направлении. А у нас команда поехала сверх в агрессию. По низу уже начинает поддавливать. И тут нужно что-то делать. Нужно инициировать вкаточку. Я это прекрасно понимаю. И принимаю вот такое опасное решение. Просто закатить на ВК. Забатить. И лечу быстрее к своему на помощь. Потому что видите, по миникарте у нас три танка уже туда прокатились. Можно было разбираться с ВК. Либо работать по М103. Но я принял решение забрать опасный танк. Это вафля девятого уровня. На этом уровне это самая опасная ПТСА. Вот здесь мы немножечко не разъехались с СОМ-8. И зря он поторопился. Я мог принимать. У меня фуловые ХП были. Он полез вперед и отдал свою машину. Остаемся уже втроем против пяти. Резко сразу забирает противника одного. Мне нужно забирать вафлю. Я один против нее. Она ошибается. Хоть у нее есть сверхдинамика. Но запуталась в управлении. Работаем фугасами. Оставляем шотным. Не хочется получать. Сзади какая-то еще ПТ в корму уже летит. Надо забирать. Забираем. Есть трупик. Трупик нашего союзничка. Прячемся. Не бесполезный был союзничек. Пытается выцелить. Не хочу я получать этот отрицательный. Мы вдвоем остались против троих. Такое еще нужно тащить. Красава борщик. Молодец. Однозначно. Он убежал с того направления ко мне. Потому что если бы я остался сейчас один против М103. Это много хп. Тем более фуловая имилька. И вот здесь в данной ситуации. Я думал переехать на ту сторону. Понизу. Но понимаю. Меня не отпустят. Получу отстрел. Поэтому едем наверх. Поднимаемся. Давать за свет. Знаем что М103 продолжает стоять. Но имилька. Имилька может поджиматься. У меня есть бонус. Это мой союзничек на борще. У него хорошая альфа. 640. В случае чего поможет. Светим имильку. Не хочет ехать. И вот здесь у меня плохое предчувствие. Если имилька не едет. Может быть М103 по низу прокатится. И засвечивает наш борщик этого М103. Стоит приемочка. Ну окей. У нас броня не такая уж хорошая. Если сравнивать с 54. Тут 100 миллиметров. Но броня бортов такая же. 80. Поэтому можно танковать. И вот здесь нахрапом поехал противник. Но он понимает свое преимущество. У них ХП. Это ТТ. У нас борщик. Скиньте. Все. Забирает. Я один на СТшечке остаюсь. Я убегаю. Думаю может быть принять. Но он от башни выезжает. Грамотно. Получает тыку. Остается не так уж много запаса прочности. М103. Пишу. Никак нет. Беги оттуда борщик. На него десантируется. Пытаюсь его как-то разменять. Он получает две тыки. Он бежит назад. В принципе. И вот здесь получается поставить на каток. Борщик в сейве находится. Но он хочет забрать борща. Я обновляю каточек. Чтобы его не забрали. Эмилька странный игрок. Почему М103 вкатил. А Эмилька продолжает стоять. У него в принципе заряжен был барабан. Я еду принимать. Понимаю. Там мой союзник шотный. Моя задача это разрядить Эмильку. И чтобы борщик выдал свою альфу. Но как-то странненько. Да? Выдает одну тыку по мне. И сдает назад. Я борщу пишу. Никак нету. Но вдруг он специально оставляет снаряды для него. Чтобы его добрать. Неужели он с одной тыкой был? И вот здесь мы понимаем. Что он просто был с одной тыкой. Он стоял. Борщик промазал куда-то фугасиком. Ну и мы спокойненько забираем. Вот такой вот бой. Пять фрагов. Красавчик союзник. Я ему поставил лайк. Потому что не без помощи его мы затащили эту катку. А сейчас идем на второй бой смотреть. Карта Айпидштант. У нас по сетапу много восьмерочек. Мы в топе. Что еще могу сказать про эту машинку. На данный момент мне она очень понравилась. Хоть и многие говорят про нее она слабенькая. Если сравнивать с Т-54. Где-то я могу согласиться. Потому что там лобовая броня 120 мм. А броня в нашей игре сильно решает. Но на данный момент это одна из самых любимых у меня машин встала в игре. Как-то так. Приезжаем на первоначальный засвет в кустик. Засвечиваем прогетом. Светится еще один противник. Уже втроем туда проехались. У нас небольшое пока преимущество на ТТ направлении. Но отпускать эту позицию я не хочу. Тяжек уже выдвигается в поле. И ФРЦ решает вкатывать. Ну понятно что нужно работать по ДПМ. Нажимаем адреналин. И накидываем. Прогета едет. Да это ошибка конечно же от противника. Они слишком подставляются по прострелу. Но хотят они продавить быстрее направление. Потому что у них преимущество. Если вы посмотрите по миникарте. Вы увидите что там большинство противников. У нас преимущество на ТТ направлении. Тут мне уже накидывают в кормецкий. Начинают налетать. Я думаю ну как же так. Ну вроде бы. У меня же есть союзники, помощники АМХ. Они все равно продолжают вкатывать. Втроем летят. Я думаю может быть отстрелить? Нет отстрелить бесполезно. Нужно тупо убегать отсюда. Немножечко меня жмет АМХ. Я хочу уехать. У меня есть в принципе динамика. Я принимаю решение просто отсюда оттянуться. Потому что поле мы моментально потеряли. Так не могу совладать с управлением. Думаю может быть разменять. Противник хочет в наглую выехать на нашего АМХ. Но они оказываются в окружении. Если вы посмотрите. У нас ну как всегда союзник на Респе на Маусе остался. А они все в канавке противники. И можно их с двух сторон убивать. И они начинают ошибаться. Подставляются под прострелы. В перекрестном огне находятся. И спятый поехал. Зачем? Непонятно. Ну нам это на руку. Мы спокойненько его прокидываем. Остаемся в четвером. Против пяти. У противников много шотников. И это нужно делать. Их нужно забирать. ФЦМ там стоит в кустике. Но не забываем. Там еще был ПТУР. Фуловенький. Здесь я аккуратненько выехал из-за кустика. Посмотреть засветит. И меня засвечивает. Опасная ситуация. Я не стал рисковать изначально туда ехать. Потому что ФЦМ можно забрать. Но там ПТУР. И у него много КП. Я думаю может быть поехать разменять ТТ направление. И вот тут в данной ситуации мы потеряли союзника на том направлении. Там фуловый практически Маус. Девятый уровень. Ну я его называю Маус. И нашего союзника прокидывает на ТТ. Он едет бортом. Подставляется. Поэтому в данной ситуации я понимаю безвыходный момент. Ехать на Мауса бесполезно. Нужно ехать забирать ФЦМа и ПТУРа. Выдвигаемся. Видим по миникарте на нашего союзника. Налетели. Окружили. И мы остаемся один против четверых. ФЦМ так и остался здесь шотненький. Забираем. Без получения урона. А ПТУР уже туда переехал. И понимаете. На данный момент. Это хорошо что я поехал на это направление. Потому что ПТУР оказался там. Если бы я туда приехал. Все. Меня бы забрали. Я оказался бы в окружении. А здесь одного шотника добрали. И у нас в принципе хорошая позиция. Лезет сушечка. Не очень грамотный поступок. Беру голду. Думаю. Ну вроде бы должен быть серый. Ну кумулятивные снаряды 270 пробить. Это слабоватенько. Подставляется бортиком. Я принимаю решение одно. Это ехать на ПТУРа. Хоть у нас и маленький запас прочности. 1000 хп. Но есть ДПМ 3К. У ПТУРа нету. Мы танкуем бортом. Налетаем. Ну даже если бы я не танканул. В принципе. Ну. Должен был успевать его перестрелять. Хотя кто знает. Если бы прошло пробитие на 500+. Тут то я его успеваю забирать. Но может быть он был не топовый. И остается один маус. 1200 хп. Многовато. У ВНов не хватает. Минус 5. Некомфортно. Танкуем. У меня по очкам превосходства все хорошо. Но мне хочется набить урона. У меня одна задача. Я понимаю. Я могу уехать. Там каруселить где-то. Все равно по превосходству я выиграю. Но в таких ситуациях. Когда у вас есть запас прочности. Ты хочешь чуть-чуть больше домашки. Поэтому пытаясь его вывести на себя. Ему нужно действовать. Он это понимает. И он это делает. Он едет. Думает что я глупец. Подставляюсь. Меня можно забрать. Пытаясь ему башенку выцелить второй раз. Не попадает. Хочет клинчеваться. Против СТшечки хочет клинчеваться. Допускаем его вниз. И вот теперь. Поехали. Притираться в борт. Всегда запомните. Играя на советских СТ. 140. Т62А. И вот на такой. Против немецких тяжей. Высоких. Можно притираться. Им проблематично вас выцелить. У вас башня бронированная. Но он пробивает. Попадает. Мы его забираем. Вот такой вот Колобанов. В целом могу сказать про этот прем. Мне он очень понравился. Комфортное орудие. Приятная где-то стабилизация. Скорость полета снаряда. Динамика. Где-то не хватает брони. Эта броня знаете против кого решать? Против восьмого уровня. Вот восьмой уровень с пробитием 175-180 до 200. В принципе мы танкуем. 100 мм ВЛД держит. Против девяток, десяток. Понятно там уже сложнее. Там танкуют в основном борта 80 мм. Но ставить на броню не рекомендую. Потому что в основном вас будет кидать вот так 50 на 50. Поэтому лучше поставить на запас прочности. А запас прочности вы видели у него 1750. Это неплохо. Поэтому я не разочаровался в этой машине. Приятная, комфортная. Оставляйте свои комментарии. Пишите как вам этот танчик. Я уверен что многие напишут это хлам лютый и так далее. Потому что видите. Много новичков в игре играет. И им намного удобнее играть на бронированной машине. Например тоже как 54. Поэтому оставляйте свои комментарии. Не забываем подписываться на группу ВК. Все ссылки в описании. И также на YouTube канал. Кто еще не подписался. Всем пока. До новых встреч.